ДИКО САДА ДИКО САДА ДИКО САДА Это был маленький белокурый ангел с голубыми глазами. Очень красивая малышка. Но удочерять ее никто не хотел. У Златы был длинный список диагнозов. Таких, что потенциальные родители сразу же отказывались от девочки. И только семья Исаковых трудностей не испугалась. У нас почему-то не было никакого страха. Совершенно никакого страха. Причем мы смотрели, когда ознакомились со Златой, мы были только с Ксюшей. И мы приехали домой, рассказали нашим мальчикам о том, что мы вот такую девочку нашли, вот такие у нее заболевания. И все в таком роде. И мой муж сказал, я считаю, что это просто подвиг для мужчины, да, сказать, что никто не берет, а мы возьмем. Конечно, мы пили лекарства, то есть все делали, то, что нам рекомендовали. Мы выполняли все рекомендации. И спустя 9 месяцев диагнозы все сняли. Садимся и катаемся. Даниил для младшей сестренки готов на все. Злата в семье – любимица. Да и как не любить ребенка, в которого вложено столько сил и времени каждого члена семьи. Девочки ставили задержку речи и развития. Но сегодня об этом напоминает только старая больничная карта. Злата развита для своих 4,5 лет выше среднего. Это если официально. А для своих родных она просто маленький ребенок и большая радость и гордость. Вообще гордимся, что она есть. Просто есть этот ребенок, который подарил столько нам счастья на самом деле. Она такая умная девочка, такая старательная. Она очень ласковая. Она готова дарить свою любовь, независимо от настроения. Она всегда обнимает, всегда целует. Мамочка моя любимая, папочка мой любимый. Всех готова обнять, всех поцеловать. Я думаю, просто вот она наполнилась этой любовью, которую получила от нас, когда была малышкой, да, и сейчас просто отдает. Кирилл всегда мечтал о большом собственном доме. Он обязательно выучится на архитектора и будет проектировать красивое, удобное жилье для больших семей, где растет много детей. Кирилл с раннего детства воспитывался в детском доме и тосковал по семейной жизни. В детский дом к ним приходили волонтеры. И однажды Кирилл решился. Уговорил самого доброго и красивого волонтера Марину Исакову взять его на воспитание. Каждый человек хочет семью. У каждого человека есть. Ему нужно внимание, любовь. И любовь отца, любовь матери особенно нужна. Если ее нету, человек начинает не любить так же своих детей, не воспитывать так же своих детей. Человек не знает, как воспитать. Вот именно из этого я обратился, так можно сказать, к Исаковым. Из-за любви, из-за того, как у меня будут дети дальше жить. Вот. Как мой род будет жить, если я не дам эту любовь. Вот именно эта любовь проявляется сейчас у Исаковых ко мне. И так же я буду проявлять своим детям. Ксения с появлением дома маленькой Златы сразу почувствовала себя ответственной сестрой, первой помощницей мамы. Давай я тебя красиво заплету. Мама обрадуется. Стало больше обязанностей. То есть я могла сидеть со Златой, играть, кормить, ухаживать за ней. Когда в семье появился Кирилл, Ксения на правах сестры пыталась им тоже руководить. Но Кирилл не поддался. Он уже взрослый и готов сам нести ответственность за себя. Ксения не стала ссориться с Кириллом. Сегодня Ксения, Даниил и Кирилл – большие друзья. Они тоже находят общий язык. Мне нравится, что они общаются. Мне нравится, что они вместе ходят с молодежью, гуляют. Вот это мне очень нравится, что они проводят время вместе. И у нас нет такого, что мы куда-то пошли и кто-то остался. То есть если мы куда-то идем с семьей, идут все. Ксения вообще очень конструктивный человек и очень талантливый. Она хорошо рисует, занимается музыкой и рукодельничает. Девочка часами может заниматься, например, скраббукингом и делать шедевры, от которых невозможно глаз отвести. Злата, рисуй яркое солнце, чтобы видно было, что солнце ярко-ярко светит. Хорошо? Марине было 15 лет, когда от тяжелой болезни умерла ее мама. Поэтому у нее с детства сформировалось желание помогать осиротевшим детям. Еще будучи школьницей, она хотела обогреть своим теплом и любовью детей с пятака, оставшихся после трагедии без родителей. У меня всегда было желание помочь какому-нибудь ребенку даже в детстве. Помните, было время, когда землетрясение в Ереване было. И вот я помню, что в школе нам сказали, что есть дети, которые остались без родителей. И если спросите у своих родителей, могли бы вы взять? И я припомню, я пришла домой и сказала, давайте возьмем кого-нибудь, я игрушками своими буду делиться. Ну, я была ребенок и не знала ситуацию в семье. В то время уже мама моя сильно болела, и понятно, что не могли мы этого сделать. Ну, вот были такие вот с детства у меня такие желания, а муж просто поддержал. Сегодня мечта Марины отдать свою любовь приемному ребенку осуществилась. Она счастливая мама, а источник этого счастья – ее дети, которым тепло и радостно в этом доме. Музицировать в доме Исаковых любят и Даниил с Ксюшей. Даниил осваивает гитару. Ему хочется научиться исполнять песни самых лучших рок-групп. Даниил в начале пути. К своей цели он идет не спеша. Ксения – поклонница классического репертуара. Концертным выступлением ее игру пока не назовешь, но Ксюша очень старается. Она не бросает начатое дело на полпути, ведь она – пример для младшей сестренки. Злата тоже девочка талантливая. Добиваться успеха ей помогает ее упорный характер. В семейной жизни это не всегда удобно, но для спорта, которым Злата увлечена, это хорошее качество. У нее есть характер, причем она очень настойчивая, и это, ну, такие трудности, конечно, в общении с ней, потому что если она что-то себе придумала, переубедить ее трудно. Но мы всегда находим компромиссы, и я вижу, что мы для нее авторитет. То есть она прислушивается, мы с ней очень много беседуем. С ней можно беседовать как со взрослым. Она настолько понимающая, сообразительная, что делает такие выводы, удивительные выводы, даже, может быть, не присущие этому возрасту. И мне нравится в ней, что вот она может там обидеться, если, допустим, что-то не по ее сделали, да, уйдет, надуется, пройдет две минуты, она возвращается и говорит, ладно, мама, все равно я тебя люблю. В школе художественной гимнастики ее называют «Наша надежда». У Златы пока одна единственная медаль, но это начало. Злата станет чемпионкой, уверена семья. Кирилл тоже гордится своими успехами. Он постигает быт. Научился пользоваться ноутбуком, термометром, микроволновкой, не боится делать покупки в магазине и, наконец, виртуозно стирать свою одежду. Как оказалось, этому тоже надо было учиться. Два года в семье дали свои плоды, но это было очень непросто. Во-первых, это было трудно, с одной стороны. Новый, так можно сказать, коллектив, новая семья. Конечно, с первого раза находишь ты язык с детьми, с братьями, с сестрами. Иногда ссоришься, иногда, что ты не понимаешь о ней, иногда, что ты не так понимаешь. И, конечно, мне неохота ссориться, мне неохота держать на кого-то обиду, потому что я понимаю, все-таки это семья, надо как-то здесь, я, мое, быть как-то получше. Потому что дальше ты будешь какое-то время жить с ними. Конечно, с одной стороны, это было тяжело, а с другой стороны, для себя ты понимаешь, как это супер, это все, это любовь, это дети. Марине редко выпадают минуты отдыха. Четверо детей, у каждого радости и проблемы, слезы и победы, двойки и медали. Все, как положено в доме, где живут счастливые люди. Марина мечтала о том, что в ее семье будут согреты теплом и любовью дети, которых жизнь не пощадила в самом начале пути. И сегодня, в свой день рождения, она принимает поздравления, подарки и любовь в своих дочек и сыновей, ею рожденных, приемных, усыновленных, в общем, родных ее детей. Спасибо большое, вы мое счастье. Где Слата? Вот она. Вот она, мамины счастье. КОНЕЦ